My electric wings are way better than those old farts gadgets. Dragonhair и тут у нас три кнопочки, можно купить валюту, можно приобрести подписку и можно взять внутри игровые наборы. Нужен например battle pass, это у нас выбор путника, выбираем и здесь все оплачиваем. Mystery Shop, ссылка в описании. Всем привет, сегодня мы с вами разберемся с Арфеной, новым героем 4 сезона. Она у нас является сильным дамагером электрошокера, причем настолько сильным, что в принципе даже может в спиркунте где-то соревноваться в уроне. По крайней мере в одну цель точно. Она хорошо работает и в соло таргет и по массе, но если дело доходит до электрошока, то электрошок она лучше накладывает, когда цель одна. Ну в общем давайте пройдемся по ее скиллсету, у нее есть аура на просвещенность 60, окей. Пассивка, нанося урон врагам простыми атаками, может шансом в 75% обновить действующий эффект электрошок и однократно поразить их ударом молнии. А боевой навык трижды поражает врага по 175% атаки и с 60% шансом накладывает электрошок на 6 секунд. Пока враги находятся под действием электрошока, этот урон игнорирует 30% защиты. И абсолютный навык, самый главный лакомый кусочек арфены, входит в состояние переизбытка энергии и получает увеличение скорости атаки второго уровня на 15 секунд. Пока герой находится в этом режиме, простым атакам добавляются две пули, которые наносят по 300% атаки и в первую очередь атакуют разные цели. Ну то есть абсолютно хаотичный и рандомный обстрел в течение 15 секунд. Ульта на самом деле офигенная. По свиткам, конечно, в идеале ей бы залить только абсолютный навык и все. Боевой навык, наверное, не стоит, потому что он зачастую ломает весь урон арфены, так как анимация у него не очень, а по факту он прерывает стандартные атаки от ульты. Ну то есть теряется урон получается. Поэтому в идеале постарайтесь залить ульту и все, и больше не трогать. Значит, по статам основные статы арфены это атака, шанс крит удара, крит урон и скорость атаки. Ей это очень важно. Также арфене нужна точность, чтобы наложить электрошок, но ей нужно меньше точности, чем другим героям, которые накладывают дебафы просто потому, что она это делает очень часто. Но за это, пожалуй, я еще объясню. Еще фактически просвещенность увеличивает урон от ударов грома, так как это является, по сути, доп. урон. Но здесь не тот случай, когда нужно качаться в доп. урон, это мы просто игнорируем. По шмоткам у арфены я вижу лишь один адекватный вариант. Это собрать сет эхо войны на скорости атаки из трех предметов. Здесь существенно идет увеличение скорости атаки, для арфены это просто топ. По сути, именно из-за абсолютного навыка арфена и набивает такой большой урон. Потому что от каждой атаки две пули выпускается по 300% и складывается очень нифиговый такой урон. И в дополнение к этому сету, конечно же, перчаточку, вот эту вот, на удар из-под тяжка. Вообще идеально. По артефактам, я не знаю, на четвертом сезоне вообще стоит упоминать эпически или нет. Но в любом случае здесь либо волчок, либо рога владыки. Из голдовой категории я поставил самоцвет матриарха. Новый артефакт. Да, он не влияет на скорость атаки, но он хорошо, в принципе, усиливает арфену. То есть тут мы просто, получается, берем шанс крит удара и статы. Особенно на ранних стадиях, когда стат не так много. Еще арфене неплохо зайдет, проща негодяя, потому что точность ей нужна. Ну и дополнительную атаку можно отсюда выудить. Насчет раскола, сразу скажу, этот вариант мимо. Арфена не может накладывать никакой раскол. Хотя, по идее, и должна была, потому что пули, которые она выпускает, они же считаются абсолютным навыком. Но игра, походу, так не считает. Еще неплохо арфене зайдет чашка. Неплохо зайдет подкова. Да даже теоретически можно аромалампу ей поставить. Разогнать еще точности и перезаряжать быстрее абсолютный навык, который как раз-таки и наносит весь урон. Глаз гиганта неплохо тоже впишется, потому что абсолютный усиливает. То же самое, в принципе, с музыкальной шкатулкой, если у вас команда со щитами. Из мифических артефактов, ну, понятно, корни. Часы. Часы еще неплохо очень ей зайдут. Ускорение навыков плюс точность. Сделать перезарядку абсолютного навыка 15 секунд, и она постоянно будет в своем этом режиме долбить этими пулями. Тоже очень неплохой вариант. Может быть, конечно, еще что-то есть, что я упустил, но вот основные вещи. По оценкам у нее 4.6. Ну, я тут пятерочку поставлю, это 100%. Неплохая оценка. Она полностью ее достойна. В рекомендуемом строе какая-то фигня, если честно. Почему-то здесь показывают, что или ее вместо перкунты, или перкунты вместо нее. Но, по сути, их обоих надо использовать в паре. Аниса, по сути, у нас остается тоже неплохим умножателем электрошока. Но только в тех случаях, где нужен массовый урон, где много целей, вот там она зайдет лучше, чем арфена. Арфена больше для сулотаргета. Если мы говорим именно о заливке перкунты электрошоком. По статам, в принципе, как я и сказал, данжи, ну, в принципе, понятно. Сейчас мы до этого дойдем. Перчатка согласен, с сетом не согласен. Не понимаю, зачем вот этот сет. Очевидно, что сет на скорость атаки будет поинтереснее. Но и артефакты, в принципе, да, эти я называл. По данжам арфена на гоблинах однозначно зайдет. На любые стихийные данжи она зайдет, кроме молнии, по понятным причинам. На ядовитую могилу, да, вполне себе, я на данный момент восьмой уровень осиливаю. И там весь урон как раз-таки перкунты с арфеной делают. На проклятую могилу тоже зайдет. У меня, кстати, уже есть команда, которой я осилил, по сути, девятого вампира. Показываю скриншот. Вот она, эта команда. Ну, понятное дело, вот эти двое основной урон наносят. Тут, конечно, Зефи в основном тащит. Перкунты с арфеной, на удивление, кстати, довольно быстро умудряются убивать вампира. Вот я, допустим, две минуты потратил. Это прям топовый результат. На гнилой она тоже зайдет. Стало таргет все-таки. На Феникса вполне себе может зайти. В общем-то, как и на Рыцаря, хотя у нее баф есть. Он в теории может у нее своровать его. Если как-то зациклить, я думаю, можно этого избежать. По поводу арены пока ничего не могу сказать. Не видел, но в теории может неплохо зайти. Если, конечно, повезет. И пули арфены залетят куда-нибудь в задние ряды. Но, опять же, это рандомайзер. Касательно КБ. У меня отдельно есть видеоролик, посвященный КБ. Там, в общем-то, я показывал команду с арфеной и перкунты. Как они вдвоем набивают урон. Сейчас я просто покажу вам вот этот скриншот. Криншот 152 миллиона на 4-м КБ на тестовом сервере. Я умудрился набить. Арфена 68 и перкунты 75. Еще один такой важный момент. Перкунты без точности, но арфене точность нужна. В районе 180 будет достаточно на 4-м КБ. Это оптимальное значение, чтобы не упарываться в 300 точности и терять статы. Но при этом, чтобы точки хватало для наложения электрошока. Ну, 180 с учетом, конечно же, того, что у вас еще плюс ядро вкачано. И да, чтобы сразу избежать вопроса. Опробовал ли ты арфену без точности? Да, опробовал. И команда набила где-то в районе 80 миллионов. Ну, понятно почему. Перкунты не получал стаки для своей пассивки. Терял много урона. Да и, в общем-то, сама арфена тоже не била тандерболтами. По электрошоку. Там, конечно, урон не особо большой, но его много. И он капает, капает. И потихоньку в течение боя там какие-никакие цифры получаются. Такой вот у нас получается персонаж-электрошокер. Очень сильный герой. Если вам выпало, вам повезло. И да, кстати, ее есть смысл использовать, даже если у вас нету Перкунты. Я, например, тестил ее в паре с Ниссой на 4-м КБ. Да, Ниссы нанесла там мало урона, потому что она все-таки по-массовому специализируется. Там в районе 10 миллионов она что ли нанесла. Но арфена сама лично накидала 80 миллионов. Что неплохо. Надеюсь, данный ролик кому-то будет полезен. А на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. И до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова